Прекрасная Грузия. Если вы еще не были там, непременно побывайте. Замечательная природа, гостеприимные люди, чарующая музыка, отменное вино и, конечно, великолепная кухня. Впрочем, для того, чтобы попробовать грузинскую кухню, совсем не обязательно уезжать далеко. Здравствуйте, я Павел Зайцев. Ваш гид по тем местам города Магнитогорска, где вы можете вкусно поесть, хорошо отдохнуть, с удовольствием провести время. Словом, почувствовать себя в своей тарелке. Девять лет назад в Магнитогорске открылся первый ресторан грузинской кухни – «Дукани-Генацвале» на Ломоносово-5. За долгие годы он успел заработать отменную репутацию и самые лестные отзывы многочисленных посетителей. И вот весной 2018-го неподалеку, все в той же исторической части города, появился еще один генацвале на проспекте Металургов-14. Мне понравилось помещение, прежде всего. И второе, что тут есть место, скорее всего, это и первое место нахождения этого помещения. Старый город Арбат. Грузинская кухня, гостеприимство, атмосфера – все это находит самый искренний отклик в сердцах жителей нашей страны. Историческая близость народов даже после многолетнего суверенного существования не становится заметно слабее. А потому рестораны с грузинским профилем очень востребованы по всей России, в том числе в Магнитогорске. Десятый год идет. Видно, что ползают, потому что она открывается еще, вот как бы за мной еще идут. Это не считаю конкурентами людей, ну спроси, если на грузинской кухне. И я думаю, что наш народ, сказал бы, вот любит поесть. Как грузины, так и русские. Несколько раз в рамках больших театральных проектов в Магнитогорск приезжали грузинские актеры и режиссеры. Непременно заглядывали в генацвале и, конечно, становились друзьями. Эти люди, которые приезжают с Санкт-Петербурга, там, с Москвы, вот, они обязательно заходят, потому что познакомились и они попробовали. И даже если кто-то приезжает в Москву, они советуют с Москвы, они советуют, что они заходили к нам. То есть дружим, любят нашу кухню и постоянно заходят, когда они приезжают в Магнитогорске. Если говорить о кухне, здесь собрана вся грузинская классика, приготовленная из лучших продуктов с добавлением специально привезенных из Грузии специй и приправ. Но вкусовые отличия от старшего брата, дукани-генацвале, в генацвале на металлургов все же есть. И у каждого хозяина в кухне, у каждого хозяйка в кухне есть своя изуминка и готовят они по-разному. Хотя название может есть, совпадает, но вкус все равно, как бы, знаешь, вот, не скажу, что плохо, мы это не допускаем, но есть своя изуминка. Кому-то остроту нравится, кому-то что-то там сочно нравится какой-то там. И свое фирменное вот это вот изуминки каждого повара есть. В меню гости найдут и европейские блюда, такие как ризотто или гаспачо, и картофель по-мексикански, но в первую очередь, разумеется, внимание привлекут грузинские яства. Салаты и холодные закуски, блюда с мангала, неповторимая выпечка. Аджапсандали, пиросмани, чкмирули, чакапули, чанахи, буглома, чита-гврита – одни лишь названия звучат, словно музыка гор. Что ж, начнем знакомство. Блюда, которое можно встретить в любом без исключения кафе или ресторане Грузии. Фаршированные рулетики из баклажанов с нежно-ореховой пастой и кинзой. Блюда, без которого не обходится ни один новогодний праздник, свадьба и любое большое торжество. Сациви – курица в соусе из грецких орехов с травами и специями. А вот и традиционный грузинский хлеб шоти, а с ним – салат кахури. Блюдо родом из кахетии – свежие овощи, грецкий орех, пряные травы и специи. В каждом регионе Грузии есть своя разновидность хачапури – выпечки из теста с сыром. Но самым древним и традиционным считается хачапури по-эмеретински. И, конечно, грузинская кухня немыслимо без блюд, приготовленных на мангале. Овощи, колбаски, рыба, курица и, разумеется, многообразие мясных шашлыков. Например, шашлык из сочной свинины. Название, конечно, сплошь знакомое – чахахбили, хашлама, лобио. Но я, пожалуй, остановлюсь на блюде, которое очень полюбил во время путешествия в Грузию. А джахури? Интересно, как его приготовят здесь? Как известно, грузинские повара очень не любят, когда за ними подглядывают. Но для нас было сделано исключение. С удовольствием представляю вам нашего шефа. Здравствуйте, Давид. Здравствуйте. Как вы стали поваром для начала? Честно говоря, был спортсменом, но пришлось из-за травмы быстрее закончить карьеру. Однажды меня пригласили в ресторан, где понравилась мне подача блюд, вкус блюд. И подумал, почему бы здесь не попробовать себя. Мне было 12 лет, когда я приготовил самостоятельно, тихоря, можно сказать. Дедушка вернулся с работы, и я вот на столе положил у джахури. Ну, он сказал, что для первого раза точно неплохо, но он учил. Но главный рецепт грузинского кухня – то, что мой дед всегда говорил, что главное быть на хорошем настроении и вкладывать в душу. Свинину вот режем маленькими кубочками специально, чтобы быстрее подача была в ресторане. Берем, чуть-чуть наливаем в сковородке подсолнечного масла. То есть в домашних условиях куски могут быть и более крупными? Конечно. Можно приготовить все вместе с мясом картошку, но в ресторане подача у нас быстрая. Лучше отдельно приготовить картошку тоже. Так, итак, одна часть мяса у нас уже приготовилась. Переворачиваем, запечатываем, чтобы не терялась сочность. Начинаем с перца и лука. Они потверже у нас. Лука, конечно, щедро. Без этого грузинская кухня немыслима. Ну вот, чуть-чуть припустились у нас перец и лук. Что дальше? Помидоры снова кубиками нарезаны из-за того, что сочность не потеряла сам блюдо. И здесь, конечно, очень важно не передержать, а то станут слишком мягкими. Картошка, в принципе, тоже уже на подходе. Пусти готова. Добавляем уже картошку. Вот она у нас какая румяная, золотистая получилась. Перемещаем, чтобы картошка вот это все, сок забирает. И сам картошка тоже очень нежным становится. Блюдо, чтобы соединилось, заправляется солью и перцем. Еще с грузинскими приправами, которые везут прямо из Грузии для нас. И здесь, рады ли, не найдем такие приправы. Да, приправы действительно в Грузии особенные. Некоторые из них в Магнитогорске не найти. То есть вы пока еще не солили и не перчили? Нет. Сейчас это делаете, да? Добавляем чеснок и зелень. Чеснок очень специфичный. Если его пережарить, вкусовые качества он теряет. В конце еще чуть-чуть граната добавляем. Нагреется и свою кислоту все равно даст. И сладость, и кислоту. И можно сказать, что наше блюдо почти готово. Достаем раскаленные практически кецы. Именно так подают аджахури и многие другие блюда на родине, в Грузии. Вот наше блюдо готово уже к подаче. Выглядит очень аппетитно. Не сомневаюсь, что и на вкус будет точно так же. Я можно сказать, что уверен. Приятного аппетита. Спасибо. Итак, настоящее грузинское блюдо аджахури от настоящего грузинского ресторана Генацвали на Металлургов. Аджахури в переводе с грузинского означает «семейный». Это действительно по-настоящему семейное традиционное блюдо. И на вкус оно в Магнитогорске, поверьте, такое же прекрасное, как и на родине. У нас просто великолепный стол. Здесь и шашлык, и традиционный хачапури по-эмеретински, и салат кахури, и баклажаны с грецким орехом, и неподражаемый сациви, и традиционный хлеб шоти, и, конечно, аджахури. За таким столом просто грех сидеть в одиночку. Ну, как Генацвали? Ди Римадлоба все просто великолепно. Почему без вина? Да, наверное, здесь не обойтись и без традиционного напитка. Кагуй, Марджус. Замечательно. Недавно в Генацвале на Металлургов открылся вип-зал на 10-15 человек с отдельным входом, где небольшая компания с удовольствием проведет вечер в уютной и уединенной обстановке. А главный зал с комфортом разместит до 45 посетителей. Свадьба, юбилей, корпоративное торжество или просто теплый ужин на двоих здесь одинаково радушно встретят всех. Новый ресторан Генацвале ждет гостей на проспекте Металлургов-14 ежедневно с 11 утра до 11 вечера. Новый ресторан Генацвале